Добрый вечер В стране разрешены гласность кооперативы и свобода собраний Выявляется новое советское телевидение, которое лучше всего отображает дух времени 600 секунд, прожектор перестройки, взгляд Но среди политических программ есть одна, посвященная культуре, музыкальный ринг На ее сцене впервые... Спасибо, спасибо, уважаемые телезрители Итак, зрители, зрители Итак, на ее сцене впервые свободно встречаются контркультурные герои русского рока И их выступления вызывают бурную протестную реакцию зрителей Звучание музыки, текстов и даже одежды вызывают ожесточенные споры Такие споры, как будто бы от их решения зависит будущее СССР Мы реконструируем передачу советского прошлого не для того, чтобы провести параллели между прошлым и современностью Нас не интересует дух времени Нет, нет Нас интересует фигура человека Который водил это время за нас Именно за ним мы и возвращаемся в прошлое Добрый вечер Сегодня ничему не удивляйтесь Скажу откровенно, поводом для нашей встречи на ринге послужило вот это небольшое письмо Итак, слушали недавно BBC Классная была передача, посвященная выходу в Англии двух пластинок Сергея Курюхина Кто такой? Имени этого не слышали А они там говорят, что это чуть ли не один из лучших советских композиторов Даже журнал ему какой-то посвятили А он на что? Опять замалчивают Какая же это гласность? Или это вражеские голоса опять крамолу сеют? Кто такой? Кто прав? Хватит ли смелости ответить народу? Кто такой Сергей Курюхин? Ну что тут скажешь, действительно Когда в Англии вышли уже две пластинки Сергея Курюхина И 14 других пластинок вышли в разных странах западных Когда журнал «Клавиатура» печатает почти весь журнал Посвященный молодому ленинградскому композитору И все-таки сегодня ответить гораздо проще, чем, допустим, даже полгода назад Во-первых, потому что, наконец-то, выходит фильм Николая Обуховича «Диалоги» с участием Сергея Курюхина Во-вторых, на кинофестивале в Алма-Ате Именно Сергей Курюхин получает приз за лучшую музыку к фильмам господин А. Фармидзе Наконец, месяц назад в журнале «Советский экран» вышла статья о Сергее Курюхине Которая так и называется «Главное – внести больше путаниц» Ну и теперь на экранах ТВ выходит встреча с Сергеем Курюхиным На нашем музыкальном оренге «Главное – внести больше путаниц» «Главное – внести больше путаниц» «Главное – как сет których запоминают olika песни» «Главное – как со сет. Игорь Куряков » «Главное – chưa любnak... Господяница, спасибо большое Мы покажем вам сейчас разнообразную музыку Музыку, который мы исполняем, музыку… Сейчас я отдышусь, слишком активно, будем кладиться Да, мы покажем вам сейчас разную музыку, музыку разную по экспрессе, разную по характеру, разную по всему, разную по музыкальному языку. И очень надо было бы, если бы вы сказали, что вы о ней думаете и иметь ли это смысл. Или вообще что-нибудь такое. Первая пьеса — это дуэт. Дуэт двух акустических инструментов. Дуэт. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Меня волнует вот какой вопрос Не задумывались ли вы над тем, что существуют элементарные принципы этики в отношении поведения на эстраде через которую вы выражаете свои идеи А что такое? Мы что-то делаем неэтично, я не понимаю просто Вот, пожалуйста, костюм молодого человека весь в белом Я понимаю, что существуют, могут быть какие-то разные способы самовыражения Я отношусь к вам с уважением Вы вышли на эту сцену, поэтому я не могу вас не уважать Вы актер, я обязан относиться к вам с уважением Музыка, которую вы играете Она располагает нездоровым ассоциациям Какого рода нездоровым ассоциациям? Какие роды ассоциации у вас возникают? Ну, во-первых Прическа Во-вторых Босые ноги И вообще, я чисто с точки зрения этики Поясните за костюм Этики и гигиены, да? И гигиены, да Поясните, пожалуйста, за костюм Да, можно я скажу? Очевидно, товарищ не понимает Его, видимо, шокируют Давайте лучше мы Сергей, пожалуйста, поясните за костюм Да, 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 я поясню Вы знаете, моя одежда несет Определенное семантическое значение Вы понимаете Белый цвет в искусстве авангарда Это пустой свет Понимаете, пустой Это как белый чистый лист бумаги На нем может быть отображено вообще все, что угодно Я очень тщательно Выпирал этот образ И очень часто в нем появляюсь в моблерной механике Да, и можно я все-таки продолжу Товарищ, видимо, просто не понимает разницу Между вашим образом, какой он есть И вашей маской Давайте вернемся к музыке Понимаете, кто ясно мыслит, ясно излагает Вот мы сейчас прослушали дуэт Про что эта музыка? Ваша концепция? Ну, то, что мы услышали Это музыка, очевидно Так вот, про что? Понимаете, любой художник, он когда создает что-то Он использует какой-то образ, опирается на него Вкладывает какую-то мысль И вот я бы хотел услышать Вашу трактовку, услышанного нами Пожалуйста Дело в том, что тут еще надо конкретизировать понятие ясности У одних ясность выражена в двух нотах Для других в саду или в огороде предел максимальной ясности Для меня, скажем, язык, который сейчас прозвучал Язык достаточно ясный Ну, у меня своя мелодичность в нем есть какая-то И если внимательно очень слушать, можно найти мелодичность Ну, да, но это все формы Это все формы Я говорю о содержании Если вы знаете язык философии То форма, это и есть отвердевшее содержание Вот, а потом, мне кажется, Курюхев мог бы ответить на ваш вопрос Вот Толстого спросили, о чем Анна Каренина? Он сказал, мне лучше, легче переписать роман Художник не вправе, не должен перед вами отчитываться Объяснять он как форму, так и содержание Он все выразил в музыке Я могу сказать, чтобы как бы предварить дальнейший вопрос о содержании этой музыки Вся музыка, которую исполняет ансамбль «Популярная механика» Это музыка любви От начала и до конца Одну минуту Одну минуту О какой любви идет речь? Сейчас будет следующая пьеса, и вы все поймете Пьеса, она на том же музыкальном языке, но использует другие средства Средства любви Пока музыканты настраиваются, я не могу не отметить, что уже первая композиция показала, насколько музыка может быть протестной Недоумение относительно костюма, вопросы о вытике и гигиене Идеальное начало музыкального ринга для Сергея Курюхина и его поп-музыки Механики, простите Посмотрим, чем нас он удивит сейчас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы извините, конечно, за такой вопрос, но что выражает ваш инструмент? Это что, издевательство над советской женщиной? Дело в том, что... Секундочку Дело в том, что сам инструмент по себе достаточно отличается Вот это первый советский синтезатор У нас существует специальный музей, который возглавляет Сергей Бугаев Член нашего ансамбля Он директор клуба имени Маяковского И он собирает всевозможные реликвии И вот по преданию, вот этот утюг он был собран Маяковским самим Поскольку он сам по себе не очень похож на остальные компьютеры современные То к нему нужен соответствующий антураж Люди, которые должны играть на нем, должны стать как бы единым целым с ним Понимаете? Меня всегда удивляло то, что над 7, а пальцев 5 И вот это вот несоответствие... Я ему поражался Я думаю, что тут либо несовершенствует человеческий организм Либо какой-то инструмент надо модифицировать Скажите, пожалуйста... Скажите, пожалуйста... Да-да... Есть ли связь, вот, средства по выразительности, которыми пользуетесь вы С шумовиками 20-30-х годов, которые были в России? Ну, может быть, внутренняя связь есть какая-то Но дело в том, что здесь используются совершенно другие технические средства Простите, можно? А вам не кажется, что здесь есть какое-то противоречие между популярностью вашей музыки и сложностью языка, на котором вы общаетесь с публикой? Нет, я не думаю так Дело в том, что я опять же повторюсь Наша музыка, она совсем не сложная, она очень простая Я честно, я не могу понять, что это за сложность Вы считаете, что вот этот язык понятен всем? Ну, сегодня не понятен, завтра понятен Наша цель сделать так, чтобы он был понятен завтра Ну, простите, а ставите ли вы своей целью производить вот те поиски, которые уже давно велись? И в музыке серьезной, и в музыке эстрадной Или вы же просто хотите перенести их в свою сферу деятельности? Почему я спрашиваю? Просто вот все, что вы здесь сегодня показывали, это не новость Это уже давно пройденный этап Дело в том, что мы используем всю музыкальную культуру, существовавшую до нас Мы ничего не придумываем, мы ничего не придумываем специально Мы просто берем какие-то пласты, какие-то части музыкальной культуры И стараемся просто их исполнить с максимальной любовью и с максимальной отдачей Значит, сейчас будет исполнена пьеса Она как раз является одной из иллюстраций смешения музыкальных традиций и смешения музыкальных языков Я сторонник теории, что увлечение начинается с удивления Все время хочется невозможного А раз невозможного хочется, значит оно существует Я хочу быть одновременно Моцарту и Майклом Джексоном Ну что, Курюхин заявляет, что вся его музыка о любви – еще одна провокация Ну, мне кажется, что в этих спорах проявляется наша коллективная неуверенность Перед лицом перемен, наша попытка осмыслить и принять новое Также я не могу не отметить это интересное желание быть одновременно Моцартом и Майклом Джексоном Ну, уверена, для Курюхина нет ничего невозможного Курюхина 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, просто я здесь ничего, кроме чего-то такого робототехнического, не вижу. У вас не надо свистеть, не надо. У вас вот даже на лице, ну, мне кажется, вот приведи сюда любого человека, ну, мало-мальского, разбирающегося в музыке, он вот точно так же сможет вот нажимать на эти клавиши и то же самое здесь вытворять. Ну, просто я не вижу здесь какой-то особой подготовки музыкальной и очень большой образованности, ну, в музыкальном смысле. Вы считаете, что музыка, ну, должна быть сложной, да? Посложной? Нет. То есть простая музыка она не имеет никакого? Нет, нет, как раз наоборот. У вас все очень просто, понимаете? Это вот просто ладошки бить вот в эти клавиши. Ну, честно, то, что я сейчас здесь увидела, это не вполне серьезно. Я не вижу здесь никакого фольклора. И все-таки к вопросу о фольклоре, да? Вот вообще, ну, что такое фольклор? Это народная музыка, правильно? И, ну, вот, мне кажется, просто именно в этой пьесе прозвучало что-то, что-то, вот, относящееся, как бы, к нашему времени, при этом, и, ну, с элементами прошлого. И вот рядом со мной товарищ вот сидит, вот, и он сказал, что прозвучало что-то богатырское, да? Ну, вот, то есть, а потом прозвучало что-то современное. И мне кажется, ну, вот, а сейчас этого разве нет, да? Александр Невский не жив разве? Абсолютно, абсолютно с вами согласен. Живее всех живых. Вы знаете, то, что я сейчас услышала, ну, мне произвело очень сильное впечатление. Да, ну, я никак не связываю это ни с какими фольклорными традициями, воспоминаниями, представлениями. Нет, это другая музыка, прекрасная, но не фольклорная. Ну, может быть, она не фольклорна на уровне выражения, но она фольклорна по ощущению. Вот то же самое, что я говорил о любви, и это приблизительно относится к фольклору. Мифологическое понимание процесса, и вот, если оно осознанно, если оно осознательно культивируется, то здесь процесс, он практически не важен, потому что, вот, как мне кажется, у меня мышление максимально мифологическое. А у меня вот такое чувство, что вы своей деятельностью хотите кому-то что-то сказать, кому-то что-то противопоставить. Кому, скажите честно. Да, я с вами действительно хочу что-то сказать. Ну, вы хотите кому-то что-то противопоставить. Отвечайте. Нет, нет, ни в коем случае я ничего не хочу противопоставлять. Почему? Тогда так страшно. Понимаете, я много лет... Я много лет выращивал себе шизолюнию. Сначала я выращивал себе двоих людей. Есть два несовместимых, взаимосвучающих, но сосуществующих в моем организме человека. Сейчас я уже дошел до такого уровня, что во мне живет человек 6-10. Каждый из них обладает своим характером, своей жизнью, своими привязанностями, своими способностями. Они просто вот используют мое тело, а так они и дружат, они ссорятся, они общаются между собой. А я... А я вот это нечто такое, знаете, несуществующее. Я не такая совокупность всех этих разных людей внутри себя, но меня как такового нет. Как нет? А вот так? Нет. Ну, знаете, а у меня вот такое чувство, вы все время что-то говорите, 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 и ничего не понятно. Я могу вам поиграть на рейдер. Ну что же, очень интересный момент. Мы наблюдаем, как артист намеренно размывает все возможные границы, и музыкальные, и сценические, и временные. Появление на сцене двух древнеегипетских богов, Аннубиса и Ибиса, не может не вызывать вопросов, вот зачем они здесь. Но сейчас интересно совсем другое. Мне кажется, в передаче наступил некий слог. Кажется, Курехин впервые идет навстречу зрителю. Чем это закончится? Курехин впервые идет навстречу зрителю. Курехин впервые идет навстречу зрителю. Хочу сказать спасибо именно за эту вещь, потому что, мне кажется, схематика того, что вы сыграли... В общем, я хочу сказать, что сначала был как бы вход, потом вступление в какое-то пато-психологическое состояние, потом психоз и потом выход в какую-то норму. Вы тоже доктор? Да, конечно. Да, я по первому образованию психиатра, и вы простите меня за такой диагноз, но я, честно, не могу понять, почему вы так безапелляционно утверждаете, что наша музыкальная культура в кризисе. Вы слышали симфонию Сергея Белимова? Вы знакомы с творчеством Шнитке и Манта Калмиджа? Да, этот перечень можно продолжить. Это Денисова Байдулина, джентльменский набор, да. Да, я хочу напомнить вам кое-что из курса истории. Именно в моменты кризиса в обществе возникает взлет духовности, духовной культуры. И вот все, что здесь сегодня происходит, мне непонятно. Вот вы, кто такие? Вот это Нибис. Вот это Анубис. Политологи эпохи упадка нового царства. Можете задать им вопросы, они с удовольствием ответят на них. Я хочу. Пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, когда в нашей многострадальной стране закончатся трудности и начнутся радости? Наша страна привыкла к временным трудностям. Мы их преодолеем, несомненно, через определенное время. Преодоление трудностей – это у нас в крови. Национальная черта советского человека – преодоление трудностей. Если трудностей нет, их следует изобрести. Так как вы их собираетесь преодолевать? На словах. Мы с моим коллегой хотим объяснить вам, что произошло на протяжении последних 37 лет. Очень интересно. И что же? Мы решили поделить все на две категории. На категорию «хорошо» и на категорию «плохо». Запаситесь бумагой, карандашом и ножницами. И вырежьте приблизительно прямоугольник с буквой «х», что значит «хорошо». И буквой «п», что значит «плохо». Коллега, поясните. Это для того, чтобы разобраться в бесконечном множестве случившихся событий и разложить пасьянс. Произошло «х» или произошло «п»? «П» или «х»? «Х» или «п»? «П» или «х»? Третьего не дано. И все становится понятно. Ой, теперь я окончательно потерялась. Ну, понимаю. При чем тут политика? Вы же музыкант. А я считаю, что политика сейчас – это самое главное. Я по большому счету не музыкант вообще. Я занимаюсь музыкой с четырех лет и уже по-другому не могу. Для себя в музыке я все решил. Я решил все проблемы там. И как музыкант я себя не воспринимаю. То есть, музыка вам не интересна? Вы ее даже не слушаете? Нет. Даже дома? Нет, дома я, конечно, слушаю музыку. А что? Ну, что я слушаю? Я слушаю советскую музыку в 50-х, 60-х годах. Майкл Стаинская, Эдит Пьеха. А что вы чувствуете, когда вы слушаете Эдиту Пьеху? Когда я слушаю Эдиту Пьеху, в моих ушах начинают свинеть гаитянские барабаны. Перед моим мысленным взором возникает жертвенный алтарь. Возникает древняя, загадочная богиня Айзан, прородитель литержанства, которая тянет ко мне руки и хочет что-то мне сказать. Но что сказать, я понять не могу пока еще. Но могу сыграть? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все это псевдо, все это нету, все это пост, все это псевдо, все это нерто, все это пост, ним не слышали. Музыки для всех ее просто не было Нам нужна музыка, чтобы воспринималась нормально Нормальным человеком Нормальным человеком нормально Нормальным нормально Где нормальная музыка? Где? Где наша норма? Стандартно мыслить Мыслить здорово! Чувствуйте, чувствуйте Чувствуйте, до сих пор идут разговоры О том, что такое оригинальная русская музыка Что такое оригинальный русский рок Оригинальный русский джаз Вот, поскольку этим занимается много и когда они выходят из младенческих милёнок, то есть из Бегонского периода, они как бы начинают искать, но, как правило, ничего не находят, потому что они понимают, что основное в джазе, основное вообще в советской, в русской культуре — это безумие. И только безумие может внести тот дух русского. Можно играть любую музыку, можно петь романс, можно петь итальянскую оперу, можно играть Dixieland, можно играть африканскую музыку, тибетскую. Если внести туда элемент безумия, то это автоматически становится русская музыка. Вот чем Грек отличается от Верзия? Да и чем? Просто он безумный. Вот Черчаковский отличается, скажем, от Баха. Правильно, безумие! Если честно, я уже сама не понимаю, что происходит. Ну, как будто бы всё логично. Курёхин говорит о безумии, и происходит нечто безумное. У меня в руках топор. Ну, зрители поют. А вы спросите, зачем? Ну, сейчас вы всё поймёте. Зачем вам топор? Вы что, раскольников? Понимаете, топор — это такая вещь, которая должна быть у каждого человека всегда. Если молекулы топора соединяются с молекулами каши в процессе варки, то тут топор начинает выделять специальные гормоны. Вместе с молекулами топора они излечивают от любой болезни. Вот смотрите. Смотрите, древние русские летописи. Где-нибудь упоминаются больные раковыми заболеваниями? Хоть в одной древней русской летописи. Всё это бред! Всё это шутка! Это ваш любовный мир! Всё это полный бред вообще! Бред! Бред! Это вы точно подметили. Бред — это очень конкретное состояние. Например, бред — это версия, что топоры являются орудием силы. Топор является орудием любви. Дело в том, что, опять же, по поверьям древних славян, особенно южных славян, топор использовался в качестве лечения мужчин от мужской слабости. Бред! Бред! Всё это надо пережить, должны вы это пережить. Всё это временно вообще! Всё это бред! 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 Ненужное! Бред! Убогое! Бред! Посредственность! Вы портите мне вкус! Да! Убогий мир! Да! Ненужный мир! Да! Переживём! Мы это пережить должны! Кошмар! Курёхин — это симптом гибели нашей культуры! Наша культура гибнет! Давайте минуту помолчим! Курёхин Итак, пока участники шоу молчат, мы немного поговорим. Мы видим, как Курёхин превращается в морского капитана, а у меня в руках подзорная труба. Образ морского капитана, который останется с Курёхиным до самой его смерти. Образ поэтический и слегка безумный. Корабль тонет, а капитан никуда не бежит и верит в светлое будущее почти так же, как члены КПСС. «Свистать всех наверх!» Матросы! На корабле сложилась критическая ситуация. Команда сократилась почти втрое. Двое умерло от ценой лихорадки. Остальные не находятся в судорогах от малярии. Удивительный холод для этих живот. «Жанель, набросьте!» Самолёт из Рио-де-Жанейро, который должен был прилететь, вчера не прилетел. Все переговоры с местными племенами ни к чему не привели. Вождь племени оказался под лицом Эпидера-Наваха. Они сговорились с турецким пашой за нашей спиной. Войска султана практически подошли к берегу. Вчера, отравленный стрелой пущенный умел рукой индейца Наваха, был убит старпом Грейсера. Силы команды на исходе. Вся кармачура вечно изгрызена. Жареные пираньи несъедобны. Я не знаю уже, что есть. Мы находимся в смертельной опасности. Двухнедельная блокада Грейсера акулами практически привела судно в негодность. Акулы проникают везде. Кок был съеден заживо. Три акулы на корме, две в трюме. Не слишком ли это много, а? Как говорил покойный адмирал Нахимов, Лучше пидор на рее, чем акула в трюме. Надо это помнить всегда. Только таким путем мы можем спасти весь флот. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. 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 Спасибо.